В Послании Ефесянам Как вот, когда мы слышим вот такие стихи, Ешуа, посажен на небесах, превыше всякой силы, господства, начальства. Как мы понимаем эти слова? Ну, какие мысли у нас? Это к тому же, хорошо. Ладно, еще. Как вот мы понимаем превыше начальств, власти, силы, господства? Ну, давайте включим немножко свои эти вот. Как? Кто такие власти, начальства, силы, господства? Что это? Вот уже как минимум два. Земные вещи, духовные вещи. Смотрите, возможно, возможно, существуют не только уровневые миры, возможно, существуют цельные миры. Цельные миры. И вот как написано, и сотворил Бог человека, и сотворил Он животных. По виду их, по роду их. Один с другим родом не смешивается. То есть, в своем роде. То есть, ангелы, это какие-то существа, которые вот, только вот в этом вот, и они разных видов эти ангелы есть. Есть, которые, вот я вот зачитывал вам, там находятся, херувимы, серафимы, начало, господство. Интересная штука. Яшуа в человеке, то есть, человек, посажен над всеми. К чему я вам это говорю? Очень часто жизнь, рутинная жизнь, заставляет нас вот быть подобным лошаку, которым одевают шоры, чтобы он не отвлекался по сторонам, а мог просто двигаться прямо и тащить за собою телегу. Но, писания часто говорят, остановись и посмотри. Вы знаете, вот это место, с которого я начал сегодняшний разбор, немного унизил ты его, человека, перед собою. Говорит, что человек Господом сотворен, как венец. Венец всего творения. И наиболее, наверное, интересная картина, которая выражает позицию человека, записана в истории Иосифа. Кто помнит, какой был Иосиф? Один из сыновей Иакова, любимый сын Иакова, очень одарованный сын Иакова, который из-за своих больших дарований и особой любви отца сначала попал в целый ряд неприятностей. Но потом был воздвигнут Богом в величайшую позицию и становится на одном из самых значительных престолов. И со своей этой позиции помогает всему древнему миру и своему народу. И заслуживает внимания сначала всего древнего мира, а потом уважения и почитания всего народа. О чем я говорю? Я прочитаю это местописание, это Бытие, 41 глава, 38 стиха. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Что там, не было более образованных людей, чем Иосиф? Наверняка были. Но здесь есть пророческий смысл для человека. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. По всей видимости, и я сейчас опять говорю, это некая теория, но из различных мест Писания, которые мы читаем, что Господь говорит про Адама, про человека, про человечество, человек был сотворен венцом всего творения. Здесь мы читаем Иосиф, он менеджер у фараона, то есть менеджер у великого царя. Человек, по всей видимости, был сотворен таким образом, что если бы тогда Адам не согрешил, то человечество было бы как раз в позиции менеджерства между Творцом и всем сотворенным миром, включая вот этих превознесенных, мощных, невероятно громадных, премудрых ангелов. Как мы знаем это? Во-первых, из того, что я только что прочитал из послания Ефесянам, Ешуа, как человек, уже превознесен над эту позицию, написано и поставлен превыше всех, превыше любого имени, не только человеческого, начальств, властей и всего. Есть другое место Писания, оно записано в пророке Данииле. Я не буду его сейчас искать, может быть, через симфонию вы быстрее найдете, но там написано, и мудрые будут как светило и как столпы в храме Господа. То есть там какая-то странная позиция в мире или во Вселенной. Есть еще целый ряд подобных стихов. Но вот несколько стихов, которые, с одной стороны, говорят, вау, люди, мы потеряли чего-то, что было в человеке. И ангелы, и разные существа, которые были сотворены перед человеком, они невероятно сильны. Даст Бог, и в один день человечество будет туда ближе. Но сейчас мы еще далеко не там. Ангелы, они мощнее, они, они, пример, четвертая книга царств, девятнадцатая глава, тридцать второй, тридцать пятый стих. Здесь описывается история, когда народ израильский сидел в осаде, а сирийцы окружили их. И не было еды. И они там готовы были уже друг друга есть. И Господь сказал, когда царь помолился, и сказал, помоги Бог. И сказал Господь, ты раскаялся, ты попросил, умолил себя. То есть здесь мы сразу учимся, что когда мы можем даже в бедственной ситуации раскаяться, склонить свою голову. Помощь от Господа приходит. Но вот здесь интересный факт. Написано, и Бог говорит, я помогу. И написано, тридцать пятый стих, девятнадцатая глава, четвертая книга царств. И случилась ту ночь, пошел ангел Господень, и поразил в стане асирийском. Сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. То есть, странная вещь. Вчера стояла армия, звенела копьями. Смотрите, что сейчас в газе творится. Попробуй добей этого одного врага. Когда он рыскает там, по этим туннелям. Наши ребята сгорели в этом нагмаше, в этом бронемашине. Тринадцать человек за один. Это все непростые вещи, эта война. Здесь выходит ангел, и сто восемьдесят пять тысяч человек поражает. То есть, невероятная сила. Мы читаем в священных писаниях ни один, ни два раза, когда ангелы являлись людям. И написано, человек падал перед ним, как просто мешок с овсом. И написано, я был без сил. Я не знаю, был ли у кого-то из вас опыт встречи с ангелами. Но некоторые говорят, что когда ангел приходил, это величие и слава, которая его наполняла, просто невероятная. Но мы по Писанию видим, и я уже цитировал про этих сынов Божьих. Вот ангелы, они ищут момента пересечься с человеком. Некоторые спецы на эту тему говорят, ангел – существо однонаправленное. И Господь их посылает, чтобы они исполнили только одну миссию. К примеру, дам вам пример. Авраам и увидел трех странников. Кто помнит тот пример? Написано, Авраам был как раз после обрезания, но его сердце наполняло желание служить людям-странникам. Он скакивает, видит кого-то, бежит за ними. Сначала еще не понял, кто это. Потом он понял, что это были ангелы Господни. Приводит их в дом. И там их было три. И простое толкование рассказывает нам, что у каждого из этих ангелов была своя однонаправленная задача. Один пришел Аврааму возвестить благую весть, что у тебя через год будет сын. И тот, который возвещает такую вещь, обычно вместе с этим может исцелить. И толкование говорят, что он возвестил эту весть, и он исцеляет Сару. А два других имели другое назначение. Второй должен был проверить ситуацию в Содоме. А третий должен был разрушить Содом. Ну, неважно. Я сейчас не вхожу там в детали. Я просто хочу показать однонаправленные функции. И вот мы читаем. С Авраамом трое ангелов. А потом они выходят, и уже одного нет. То есть он уже свою миссию исполнил. Он возвестил Саре, что у тебя через год будет ребенок. И он возносится. А двое отправляются. Тогда некоторые говорят, что Авраам же там написано остался и разговаривал с Господом. Но, значит, с тем третьим, который первый, но это может быть и по-другому. Тот ушел. Он выполнил свою задачу и ушел. А у Авраама и так была привычка разговаривать частиком с Господом. То есть помолился, и Господь открылся ему. Не нужно было приходить вот прямо таким образом. То есть это один из вариантов. Но я здесь просто подчеркиваю одноправленность ангелов. И вышел ангел Господень. И поразил 185 тысяч человек. Или и пришел архангел, ангел говорил к Марии и сказал, благословенная, у тебя будет сын, и нарекут ему. То есть он приносит какую-то вещь. У него есть своя какая-то определенная задача. Но человек, он существует совершенно в другом ракурсе. То есть Бог говорит человеку, плодитесь. Ангел этого не может. Насаждайте землю. Развивайтесь. Возделывайте сад. Господствуйте над. То есть только в одной фразе Господь дает человеку сразу несколько назначений. Сегодня, когда мы смотрим на какую-нибудь домохозяйку, я могу видеть это по моей домохозяйке, вы можете видеть это по своим, когда женщина разговаривает по телефону, готовит еду, помогает сыну делать уроки и еще успевает проверить, что там на имейл пришло. И все это одновременно. Ангел не способен. Он делает только одно. Но вот именно вот это разностороннее, это то, к чему сотворен человек. Но обстоятельства, про них мы чуть-чуть позднее поговорим, унизили нас. И человечество представляет из себя то, что представляет. И я по Писаниям вижу, что будут значительные изменения. От нас же сегодня требуется немногое. Стоять в истинах, которые мы понимаем, ожидая сверхъестественного большого вмешательства от Господа, рука которого сможет изменять моментально очень много вещей. Я хочу сейчас немножко остановиться. Я думаю, уже почти час говорю. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, у вашей веры, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Донейт», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!